Блю флаг! Блю флаг! Блю флаг! Всем привет, дорогие друзья! С вами Айс, он же Василий Хрусталев. И сегодня вот так, без прелюдия, решил я сразу отправиться на квалификацию и, возможно, теперь буду так делать всегда. Это первый сегмент квалификации Гран-при Германии, или, как мы говорили раньше, Гран-при Немеции. Так вот, да, пока я буду ехать быстрые круги, и да, не забывайте то, что я комментирую непосредственно, когда веду, а не после, на постпродакшене озвучиваю. Вот, вы сейчас увидите на своих экранах, что вы видите? Правильно, последний раз, последний раз вы видите турнирную таблицу участников конкурса. Да-да-да-да-да-да. И я поздравляю, Михаил Артемчук становится обладателем ключа Формулы-1-2018. А я здесь ошибаюсь и явно просираю где-то 2-3 десятых, это как минимум. Вот, на втором месте Басилио, а на третьем Джуниор Самурай. Поздравляю этих ребят, они занимают топ-3, но мы сегодня, ну, как вы уже поняли, вы сейчас видите на своих экранах всю таблицу, я решил показать всю таблицу всех участников нашего конкурса. Спасибо, ребят, что принимали участие, даже вот такими своими незначительными комментариями, так скажем, да, чтобы участвовать в конкурсе. Вы помогали ранжировать видео, помогали ему продвижение, большое вам за это спасибо. Мне не будет, конечно, хватать подобных опросов. Все их любили, я их тоже любил, да и вы тоже их любили. Че уж там врать, да, все мы прекрасно знаем, что всем они нравятся. Сейчас Ника Хюкенберг чуть-чуть вытолкнул меня за пределы трассы, пока что мы промежуточный третий, позади Леклера. Ну, вы сами видели, как я накосячил. Пожалуй, вернусь-ка я в бокс и посмотрю, че там будет по нашему времени, как сильно нас будут отодвигать назад и решу, выезжать снова или нет. Да, да. Возвращаемся в бокс. Как же здесь сильно напрямых руль дребезжит, а? Что с ним сделать, не знаю, но обратку-то точно я убирать не буду. Ладно, придется терпеть. Михаил, ты как победитель, не забудь под этим видео оставить ссылочку на свой ВК, чтобы я связался с тобой и вручил тебе приз. Того неуклюжего времени нам вполне с головой хватило, чтобы пройти во второй квалификационный сегмент. И знаете, я вот сейчас не могу вспомнить, я сказал, типа, всем привет и добро пожаловать на квалификацию. И я сказал, первый или третий квалификационный сегмент. Не помню. Ну ладно, в общем, сейчас у нас второй квалификационный сегмент. Я вот раз не буду болтать, чтобы показать лучший результат. Поэтому встретимся уже на отсечке старт-финиш. Хотя напрямую, я думаю, могу сказать то, что во время практики все квесты я прошел на ура, кроме экономии топлива, ребят. И это было несколько обидно, потому что я почти показал на фиолетовую. И вот прям, сколько бы я кругов ни проезжал, все время на отсечке старт-финиш я получал зелененький реквест за выполнение квеста. И это было несколько обидно. Потому что фиолетовая прям вот держалась до этой самой отсечки. И все время на старт-финише она обрывалась. Я прям огорчился из-за этого. Все остальное мы прошли на фиолетовое. И знаете что? Мне кажется, что на Гран-при Германии у нас хорошие шансы, потому что даже промежуточно мы квалифицировались там первыми. Ну, конечно, здесь нас, я думаю, перебьют ребята из Феррари и Мерседеса. Но посмотрим. Промежуточно вторые сейчас. Этого нам точно хватит. 13,4. Ровно на секунду лучше, по-моему, чем наш первый результат, когда вот мы ошиблись после длинной-длинной скоростной прямой. Возвращаемся в боксы и уже будем, я думаю, откатывать нашу финальную попытку во время последнего квалификационного сегмента. И вот он, он, заключительный квалификационный сегмент, во время которого я буду вообще молчать. Но перед этим хочу вам рассказать то, что у меня сейчас квест висит проехать две гонки чисто. И я не очень понял то, что от меня требуется, типа, просто проехать их или не получить никаких повреждений, или не получить никаких штрафов. В общем, касательно этого квеста у меня есть вопросы. Ну ладно, все, молчу-молчу, ребят. И еду свой быстрый круг. Кстати, Шарли Клер меня очень круто обставил на две десятки. Поэтому наша битва с ним продолжается. Первое. Первое. Я не знаю, как мне это получилось. Хэмильтон, эх, Хэмильтон обошел. Ой-ой-ой-ой. Хэмильтон обошел меня. Фух, я не знаю, как на самом деле у меня получилось проехать первым, потому что довольно расхлябанно я ехал. И знаете почему? Потому что гребанное солнце, гребаные блики солнечные, короче, закрывает полностью Апекс, закрывает полностью точку торможения. Вообще не видно, где тормозить, как входить в поворот. Это прям очень сильно сказалось. И 1.13.0 я смог показать. Ничего себе, вот это да. Я думаю, это лучшее время. Лучше я уже точно не проеду, не буду насиловать этот комплект, хоть он и бесплатный, но не буду этого делать. Возвращаемся. Да какой в бокс возвращаемся? Погнали на прогревочный круг читать стартовую решетку. И вот мы уже на прогревочном круге Гран-при Германии. Пол позишн забирает себе, а знаете, даже не забирает, а вырывает у меня Льюис Хэмильтон. Первое место. И знаете почему вырывает? Потому что он обошел меня, как вы думаете, на сколько? На три тысячных. На три гребаных тысячных он обошел меня. Вторая позиция. Василий Хрусталев, команда Заубер. Третья строчка. Вальтери Боттас, Мерседес. На четвертой строчке. Финн, Кимми Раконин, Скудри и Феррари. Все ведь видели, как Кимми Раконин классно провел время недавно, да? Это было шикарно. Кимми, ты красавчик, я буду скучать по тебе, ну, именно Феррари. А так-то, конечно же, я не буду по тебе скучать, потому что я еще два года в Заубере, и это очень круто. Пятая строчка. Шарли Клер, мой партнер по команде, команда Заубер, я напоминаю вам. Шестая строчка. Макс Ферстаппен, Рэдбул. Не очень хорошо у Рэдбула все складывается на этой трассе, но оно и понятно, все-таки более, знаете, такая моторная, что ли, трасса. Седьмая позиция. Дэнрик Ярда, также Рэдбул. Восьмая строчка. Ника Хюлькинберг, Рено. Девятая позиция. Кевин, Магнусен, команда Хас. И десятка. Последняя, десятая строчка. Эстебан Окон, Форс Индия. Вторую десятку открывает Роман Грожан на Хасе. За ним Серхио Перес на Форс Индии. Тринадцатая строчка у Карлоса Сайнса из команды Рено. А вот на четырнадцатой Себастьян Фетель, Скудри Феррари. Как так? Пусть стартовать на ультрасофте этот парень. Довольно странный выбор тактики, на самом деле, учитывая, из какой глубины придется Себу стартовать. Но, с другой стороны, ему виднее. Мне сложно что-то здесь добавить. Пятнадцатая строчка. Фернандо Алонсо, Макларен. Шестнадцатая позиция. Брэндон Хартли, Торо Россо. За ним его партнер по команде. На семнадцатой строчке Пьер Гасли. Восемнадцатая позиция. Стофель, Ван Дорн, команда Макларен. Девятнадцатую строчку занимает Лэн Стролл, Уильямс. А на двадцатый Сергей Сироткин. Также из Уильямс. Что касается тактики. Стартуем на ультрасофте. И потом переобуваемся на медиум, на котором едем до конца дистанции. Очень интересная тактика. Мне кажется, мало кто на нее пойдет. Поэтому, ребят, сорян, гонка будет, походу, скучной. Все пилоты занимают свои места на стартовой решетке. Мы, можно сказать, в своеобразной коробочке между двумя болидами Мерседесов. И мне рекомендовали стартовать с пятого режима. Этим я и займусь. Все внимание на огни. Гаснут огни. Стартуем. Хамильтон среагировал лучше меня. Но, во всяком случае, меня никто не обошел. Так. Нет, мне показалось, что кто-то в меня уперся. Но это, видимо, был просто небольшой подлак. Мы преследуем Льюиса Хэмильтона. Он очень быстр, на самом деле. Он чрезмерно быстр. Мне надо удержаться позади него до открытия ДРСа. А там видным будет. Очень боюсь то, что гонка будет скучной, ребят. Максимально боюсь. И, скорее всего, так оно и будет. Плюс у нас тактика ведь еще необычная. Но кто знает, может быть, ребята как раз-таки из Мерседеса смогут нагнать. И обогнать даже. Блин, он очень быстр, ребят. Прям очень быстро. Ну, знаете, что я думаю? Я думаю, он тоже идет в пятом или четвертом режиме. Скорее всего, в пятом. Может быть, в третьем, правда. А это значит то, что у него тоже скоро закончится РС. А это значит лишь одно, что скоро мы будем на равных. Эй, а почему мне не дали? ДРС же разрешили. Я же был в семидесятых. Что за дерьмо? Неужели на отсечке я был более чем в секунде? Четвертый режим. Батарея заканчивается. Льюис удержал. Ну, в частной битве удержал. У него тоже все-таки батарея заканчивается. Льюис уезжает в боксы. Теперь наша тактика проста. Придерживаться ее. Потому что с самого начала, как вы знаете, у нас была тактика. И ее надо придерживаться. Несмотря на то, что инженер предлагал сменить тактику, я не собираюсь этого делать. По-моему, наша тактика очень даже профитная. Мне интересно, где мы окажемся после наших боксов. Вот очень интересно на самом деле. Потому что ребята на резине позади. Они, скорее всего, все будут ехать на ультрасофте. Они, само собой, меня нагонят. Ну, то есть, отыграют у меня достаточно приличное количество времени. Льюис-то уж точно обойдет. Интересно, что там ребята позади будут делать. Но я думаю, они тоже меня обойдут. Потому что, когда резина ультрасофт износится, я буду показывать худшие времена, в отличие от них. И они смогут за счет этого выиграть. Вот здесь я сделаю небольшую срезку. Но, несмотря на это, потом мы перебываемся на медиум и больше не заезжаем в боксы, а то есть, имеем превосходство в один пит-стоп. Вот как-то так. Плановая остановка в боксах. 2.5 Возвращаемся позади Халка. Но он на софте, на поношенном. Поэтому он нам не соперник. Наш соперник до сих пор Льюис Хэмилтон, который идет на первой строчке. И с значительным отрывом, на самом деле. То есть, все-таки смог он тут копить. И оторваться. Я удивлен то, что никто из, там, Феррари... Дэнрик Ярдо выбывает из гонки, давайте посмотрим. Короче, не показали нам, где сошел Дэнрик Ярдо. Я, возможно, вставлю сюда момент из повтора уже после гонки. И вы увидите, что с ним произошло. А я, к сожалению, не знаю. Но, возможно, мы сейчас до него доедем и посмотрим, есть там какие-то обломки или это опять силовая установка у Рэдбулов сломалась. Так вот, я несколько удивлен то, что никто из Феррари у нас на хвосте не сидит. Меня это немного удивляет. И да, вот скоро мы будем, по идее, подъезжать к Дэнчику. И там все встанет на свои места. Вот-вот-вот-вот-вот, смотрим. Ну, вот он, он прям стоит сзади за поворотом. О, я срезаю я из-за того, что показывал вам. Непонятно. Ну, вроде обломков нету, а значит, силовая установка. Да, кстати, ребят, я сказал Хюлькенберг, а по правде-то перед нами Сайнс. Карлос Сайнс Джуниор. Я извиняюсь за свою невнимательность. Не знаю, что со мной случилось. И вот так классно мы влезаем. Очень классно влезли. Повтор. Если изначально мне показалось, что все-таки был небольшой контакт между мной и Сайнсом, то по итогу мы имеем, что я просто подскользнулся на поребрике. На скользком-скользком поребрике. И знаете, что сейчас происходит? Меня сдерживает Сайнс, и это работает не мне на руку. И вот на самом деле то, что я жгу резину попытками обойти его, такими маневрами, тоже играет не мне на руку. Четвертый режим, давайте сделаем это уже, потому что сколько можно. Не-не-не, братан, до свидания. Ох, и он там уже борется с Пересом. Возвращаемся на трассу. Перес обошел Сайнса. Перед нами Роман Грожан. И да, резину нам жечь не нужно, нам нужно ее беречь, максимально беречь. Хотя, блин, это медиум, да, неубиваемый, казалось бы. Но все равно лучше иметь совсем новенький, так скажем, нетронутый медиум, когда он нам пригодится, чем уже немного поношенный. Потому что рано или поздно мы с Льюисом опять встретимся на трассе. Он сейчас уезжает от нас. И это не если хорошо, где-то на глаз, в секундах так, в 10-11, мне кажется, он находится. А перед нами, да, Грожан, который где-то в секунде, в секунде и двух. А, нет, уже дают ДРС, значит, уже. Ох, как быстро поплыл, получается. Сейчас софт уже у Грожана. Вроде до этого он держался неплохо, в двух секундах был. А сейчас уже резко такая просадка сразу же в зону ДРС. Значит, все, сейчас софтики будут заезжать потихонечку. Вот, а значит и Льюис. Ну, Льюис-то попозже, понятное дело, он стартовал уже на ультре. Но все равно, значит, где-то плюс-минус так, сколько получается. Плюс 4 где-то круга, и он будет заезжать. И вот сейчас Грожан нас очень сильно сдерживает в этом повороте. Это печально. Так вот, да, если Льюис в 11 секундах, то мы, по идее, возвращаемся на трассу во время его боксов на первом месте. Точнее, он возвращается на втором, а мы выходим в лидеры. Вот. Я, на самом деле, думал, что мы сейчас оба с Хасовсом, с Грожаном улетим просто в кусты куда-нибудь. Контр-атакует Роман. Большой контакт у нас происходит. И, собственно, на этом наша борьба закончилась. Хэмилтон в 10 секундах. Я думал, в 11, но он в 10. Хотите небольшой инсайдик? Хэмилтон не отрывается от меня, а наоборот, я его догоняю. Это нам на руку, это нам только на руку. Видимо, софт его перестал работать. Если до этого мы шли с ним вровень, то есть он не отрывался, я не догонял, то теперь я догоняю его. Конечно, не километровыми шагами, да, но маленькими-маленькими шажками догоняю. И Ботас меня, кстати, не догоняет. Я от Ботаса тоже отрываюсь. Ну, что я могу сказать? Хэмилтон заехал в боксы, но на мое удивление он переобулся в мидиум. И он, ну, конечно, ближе, чем я ожидал в 6 секундах позади меня. Я думал, что будет все-таки побольше, но я удивлен то, что он в мидиуме. Неужели софт не работает на Мерседесе? Очень странно. Начался 22-й круг. Передо мной круговой. Это Балид Вильямса, это Строл. А Льюис Хэмилтон очень активно, на самом деле, ест разрыв между нами. Интервал становится все меньше и меньше. Сейчас уже 4,9. Посмотрим, как он будет справляться с этим дальше. Но пока у него неплохо получается. И возможно, что уже через несколько кругов он нагонит меня. Где-нибудь так, на 27-м. Посмотрим, смогу я предсказать будущее? Нет, где-нибудь на 27-м мы будем уже бороться с ним. Виртуальная машина безопасности. Хэмилтон выбывает из гонки. Льюис Хэмилтон сошел. Это максимально обидно. Единственный пилот, который мог навязать мне борьбу на этом гран-при. Это он. И знаете, что обидно, что мы не можем посмотреть, как это произошло. Потому что я сейчас пытался, но я думаю, вы видели эту склейку небольшой, да? Но нам не показывают. То есть можно посмотреть за Ботаса, но Ботас слишком далеко. То есть там не видно нифига. И как всегда начинается эта фирменная дроча с виртуальной машиной безопасности. Ускорьтесь, замедлитесь, ускорьтесь, замедлитесь. Жесть какая, а? Добрите гоночную скорость. Да, сейчас этим и займусь. Ну что же, мы первые, получается. Если у нас ничего не сгорит, или мы там не столкнемся с тем же самым стролом, то мы 100% выиграли эту гонку. Вот прям заранее вам говорю. За 10, ну даже за 11 кругов до конца гонки. Ботас на данный момент второй, Ферстаппин на данный момент третий. Интересно все-таки, что же там с Льюисом? Ну, судя по всему, он ехал один в городом одиночестве, да? Судя по всему, силовая не выдержала. Я предсказываю. Отправляемся на последний круг. Дорогие друзья, гонка выдалась скучнявой. И опять мы, видимо, возвращаемся вот к этим гонкам, когда наш болид становится крутым. А гонки из-за этого становятся дерьмовыми. И вот даже не знаю, что с этим делать. Ботас я подпустил к себе лишь на 18,9. Ну, это связано, скорее даже не с тем, что резина, да, у меня medium, и она уже старая. Это, скорее, связано с тем, что я вообще не старался показывать каких-то хороших результатов. И вот ехал просто как мог. Вот, потому что понимал, что 18,9 мне вообще с головой хватит. Там же было изначально вообще 20 с чем-то. Мне, в общем, с головой хватит, чтобы добраться до финиша. И, в общем, вот так в спокойненьком темпе я передвигался по треку, по трассе. И оставался лидером. Вот еще плюс 3 секунды поймал, но они, собственно, погоду не сыграют. Мы останемся лидерами все равно. Вот Стофель Ван Дорн. Блю флаг! Блю флаг! Блю флаг! Блю флаг! Камон, блю флаг! Камон, блю флаг! Блю флаг! Блю флаг! Блю флаг! Победа! Ну что, ребят, рад представить вам первую десятку. Первое место. Василий Хрусталяв, Залбер. На второй строчке. Вальтери Боттас, Мерседес. Третья позиция. Себастьян Фетель, Скудри Феррари. Прорыв 14-го места. Четвертая строчка у Кими Райканена. Скудри Феррари. Пятая позиция. Макс Ферстаппин. На шестой расположился Шарли Клер. Седьмая строчка у Серхио Переса. Восьмая у Кевина Магнусона. На девятой строчке Роман Грожан. И на десятой Фернандо Алонсо. Теперь давайте посмотрим на турнирную таблицу личного зачета. Здесь изменения в первой десятке. Василий Хрусталев вышел на вторую строчку. А Вальтери Боттас вышел на четвертую строчку. Турнирная таблица. Кубка конструкторов. Здесь без изменений. Мерседес, Скудри Феррари, Залбер, Редбул и так далее. На этом видео заканчивается. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком. Оставляйте ваши комментарии. Я все их читаю. На все отвечаю. Не знаю. Спросите кого хотите. Ну а если вы здесь оказались впервые. Вам нравится Формула 1 и не только. Тогда подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить новые видео. По Формуле 1 и не только. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Пока.